Девушки отдыхают В результате эксперимента есть эксперимент Мы показали Всем привет Каналу, подписчикам Интернет С вами Наил Порошин И вот Мой напарник Михаил Ребята, мы с вами присутствуем При эксперименте Значит, Миша Один из моих подписчиков Многочисленных Он москвич Познакомился, я с ним в Москве Вот По случаю, значит, поездки На отдых Самашку В Оренбургской области На свадьбу, да? Не, вы помните Ну, 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 понятно И он, значит, это Приехал со мной Ко мне С такой целью, чтобы Показать Проэкспериментировать Расход топлива На его автомобиле Хонда 2003 года Инсайт, да? Да, инсайт Инсайт Значит Объем двигателя Один литр Один литр Мощность 60 Чем-то лучше один, что ли? 68 лошадиных сил Ну, ребята Значит У него заявка на расход Очень амбициозная Почему? Потому что Вот так вот он считает Что у него Разлет она где-то Два литра А однажды Он показывал эксперимент Как она у него Съела литр Ну Говорят Я в это ничего не верю Пока сам не пощупаю Я же всем Всем говорил Пощупаю на вкус На цвет На глаз На руку На пальцами Вот только тогда Я могу что-то поверить Больше никому Ничего я не верю Ну В данном случае Эксперимент уже начался Значит Мы залили полный бак бензином Не буду показывать Как это все происходило Обычно залили Заехали на заправку Локойл Залили 92-го Да Да 92-го В скрин По горловину Вот Ну Ребят Принцип очень прост И на инжекторных машинах Вот эти всеми Их минут Компьютер Бортовыми компьютерами Я никогда не верил И не верю До сих пор Я верю Четко По факту Сколько Вылилось Сколько Созралось Столько Залезло В бак Поэтому это будет Самый точный расход Мы значит Находимся на Трассе Димитровград Самара Эта дорога идет На Урал Вот Сейчас мы значит Едем Дорога Не загружена Так сильно Вот Значит Почему Я решил Такой Значит Ролик снять Почему Михаил Настаивал На этом Видео Потому что Он Значит По роду Своей деятельности Занимается Всевозможными Инновациями В автомобиле Значит Всевозможные Нововведения Изысканиями В области Значит Снижения Расхода Долговечность Автомобиля Динамичности Приемистости И так далее И так далее Всевозможные Ну Нравится человеку Ну Заморачивается Вот так вот Ну что делать Есть много людей Такого склада Значит Характера Значит Есть на это время А может Есть какой-то Коммерческий интерес Наверное Скорее всего Вот Я его попрошу Он сам расскажет Значит Чем он занимается И для чего Все делается Ну Заявлены Его Расходы На автомобиль Который Он нам Предлагает Сегодня Убедимся Или опровергнем Что-то одно из двух Будет Значит Я так рано Не стою Он заехал Ко мне Восемь часов Ну что ж Ради этого Можно Проснуться Сидишь долго Ночью В интернете Отвечаешь На вопросы Платаешь Все дыры Которые Появились В прошлые дни Ну и вот Все Сегодня Мы с вами Такой эксперимент Михаил Тебе вопрос Значит Только Не надо Издалека Просто Как ты пришел Значит Вот К этим технологиям К этим Присадкам К топливу К бензину Да еще наверное Другие есть у тебя Возможные вещи О них Можешь не говорить Но Так как Ролик Когда удачно получится Все равно придется будет Рассказывать Показывать Маскетинами Маскетинами Заинтересуется Ну Не ты первый Начал Этого Наши Такими вещами Заниматься Давай Я тебя буду снимать Тихонько А ты Еще раз Здравствуйте Автомобиль у меня первый появился 15 лет назад 16 лет В 2001 году Мне повезло Это была Хонда Хонда Сивит Ну и как-то Ребят С тех пор Я и По этому направлению И двигаюсь Столько много Хонда Перепробовал Более 20 с лишним Автомобилей У самого Сейчас Порядка Семи Хонд Я тебя перебью В интернете Он звучит Как Михаил Хондавод Хондамэн Хондамэн Да Хондамэн Группа ВКонтакте Хондамэн Мен Через Е И Мой Сивик Он и так Был экономичный Достаточно А у меня Была задача Чтобы он Показал Расход Меньше Пяти литров На сто километров Из журнала За рулем Вычитал Рекламу Рекламу Некого Девайса Который Рискнул И все Установил На автомобиль Это был Первый Мой Девайс Усовершенствования И вы знаете Ребята Не знаю Как у кого А у меня С первого Раза Получился Результат И это Видимо Положило Благоприятное Начало Благоприятный Фон По дальнейшим Моим Изысканиям В этой области Перепробовал Я более Тридцати Там Пяти Наименований Разной Продукции И самое Известное Которое Вы все Слышали Там Где машины Молотят На холостом ходу Без картера И так далее И там Подобные Без масла Без масла Как-то говорили Что она Из С Ленинграда До Москвы Доехала Что-то я не вижу В массовом Производстве Машин Ездящих Без масла Я вам хочу сказать Что Подобные Технологии Существуют Только не в этом Случае А они Существуют И они Больше Относятся К ВПК Около Этой Серии Ну и В магазине Как правило Такое Скорее всего Вам не попадет Скажу так Деликатно Так вот Как-то В 2009 Ты топливо Не экономишь Ехать 90 Что ж мы едем То есть 70 Километров 60 Тут Слегка Подъем Мы Как бы Расконяем Да ничего Страшного Нет 70 Километров Пилишь Всю Дорогу А поедем 30 И все Меньше Будет Расход Топлива Ну Если Нет Возможно То Пожалуйста Давай Я тебя Перебью Да Да Ну В общем В 2009 Году Из-за того же Журнала На одну Иховат На 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 Одну статью Нарвался Который Меня заинтересовал Там По присадкам Стоплива Попробовал Сразу Эффекта Не понял Даже Можно сказать Не заметил Но Допустил Что Написано Правильно Что это Должно Работать Не остановился И пробовал Дальше На других Машинах И Заметил Что Результат Бывает Порой Где-то Его там Нету 5% Может быть Экономия Где-то 25-30 У кого-то Меня это Очень Заинтересовало Потом Выяснилось Что Там Большая Гамма Продукции От масел До Этого Самого Всяких Антифрикционных Обработок И В 2012 Году На моем Автомобиле Хонда Пилот Был Удивительный Результат Хонда Пилот Была 2003 Года Полный Привык 3,5 литра Объема Мотора 243 По моему Лошади Пятиступенчатый Автомат Ну так вот На этом автомобиле У меня расход был зимой 18-16 литров По городу Это было Конечно Многовато После И Сивика И других Моих Семья Большая Прешил Попробовать Такой Большой Автомобиль Ну так вот Я был С этим Не согласен Внутренне После Интеграции Последовательных Одного Второго Третьего У меня Расход 16 литров Снизился До 10-8 С половиной Литров По Москве Зимой Меня это Радикально Порадовало А расход Топлива По трассе 6,5-7 литров На этом Автомобиле Фактически Потребление Топлива На уровне Легковушки А этот Жиг Большой Две тонны С лишним весом Хорошо Ладно Вопрос тогда Такой Вопрос такой Ну а Какие же Ты занимаешься Этими Самыми Добавками Мотор Масло Что так Снижает Расход Что ты Залез В конструкцию Ты что-то Перепрограммировал Программу Топливоподачу Мазки Я не трогаю Мазки Даже Не лезу Надо Для начала Если у тебя Решепторный Автомобиль Надо Чтобы У тебя Ошибок Ошибок Не было Ошибки Не горят Ну Ошибки Подожди Ошибки Не горят Ошибки Не горят Если у меня Горят Ошибки Не горят Ошибки Если эти масла Всякие Присадки Помогают То они И с горящими Ошибками Все равно Помогут Конечно Вот Поэтому Мне просто Интересно Как это С 18 Стало 6 Там или Два Два раза 50% Топлива Уничтожен Поэтому Трудом Вериться Ну Расскажу Надо работать С тремя В трех Направлениях Первое направление Это топливная система Топливная система И Само топливо Второе направление Это Двигатель Это Смазочные Материалы И Обработка Двигателя А третье направление Это Коробка передач Механическая Или автоматическая Тоже С автоматом Компонент Который Снижает Коэффициент Трения Очень здорово То есть Фактически До нуля 0,009 Можно сократить Коэффициент Трения Это Значительно Придаёт Мощность Ну как Значительно От 5 Порой До 15 Процентов Скучит Невероятно Но это Миша Я вот Почему тебя Не останавливают Потому что Я Не знаю Ну я уже Сейчас Ужили Быстро Не вспомнил Коэффициент Трения Что К чему Относится Что такое 0,009 Ты смотри Я-то не знаю Но другие-то знают Тебя могут там Посадить сразу Смелые Скажут Голубь Все закрылые А вот здесь Ты не прав А вот здесь Ты Или если Точно знаешь Значит Что это за Величина Тогда Точно говори А если не знаешь Смотри Там Что я ролик выложу И все шишки Получишь ты Не я Я главное Просто выложил ролик Кстати мужики Вот Кстати о роликах О таких Ну Мне интересны люди Такие Ну Неординарные Личности Вот Которые Значит Занимаются Изысканиями В этих Каспорадных Областях Кто В электронной Области Кто там Там У меня На канале Много таких Людей Ну и в данном случае Вот Сегодняшний случай Мужики Я всех Кто хочет Побывать На канале Я дам Трибуну Но Эксперименты Обязательные Чтобы не я Их делал А вы сами Показали Все честно Добросовестно То-то То-то И как вот Миша говорит Что Я проехал Вчера Вот У меня литр Бензина Израсходов На 100 километров Нет Дорогой Со мной Проедешь Тогда Все будет Четко И другие Тоже Кто-то хочет Какую-то Электронику Испытать Пожалуйста Ребят Канал Продвинут И может Кому интересно Есть специальные Каналы На эту Часть В интернете Очень много Всевозможных Мне некогда Смотреть Вот тут Недавно Парень Приезжал Володя В Тольятти Я дал ему Тоже Возможность Показать Свои Значит Всевозможные Изменения В конструкции Карбюратора Которые Ведут К улучшению Экономичности Улучшение Динамика Улучшение Пуска Я с ним Прокатился Мне понравилось Вот Потом мы Замели Расход Ну Расход Я не скажу Прямо Колоссальный Там Пять литров Что ли Получилось Это можно Стандартный Карбюратор Пять литров На девятке На хорошей Машине Которая С хорошим Двигателем То есть Ничего тут Такого Сложного Нет И там Сразу Я просто Не записал Его телефон Ну Случайно Не записал Думал Что взял Оказывается Нет Поэтому Я хочу Пользуюсь Случаем Обратиться Володь Ты Отзовись Нарисуйся Дай Свой телефон Я выложу В интернет Потому что Люди спрашивают Где найти Такого парня Тольятинца Спрашивают Ну А что Ну Карбюраторщики Как бы Мастера Все Таскать Все Редеет Редеет Их Реды Вот И это Понятно Поэтому Там Я Имел Неосторожность Оскорбить Очень великую Личность На сегодняшний день В карбюратном мире Это Нашего Известного Гуру Ростовского Который Уже Выложил Ролик Мне вчера Один Дал ссылку Парень Так бы я и не увидел И не смотрю его канал Нет Чего смотреть Мне Неинтересно Вот он там Назвал этого Володю Катрушкой Это конечно Мельцеприятно С его стороны Ну да Бог с ним Поставим его в покое Это его право Так что мужики Еще Тебя мере расход топлива на непрогретом ланцере я еду сразу и ничего страшного нет абсолютно тебе надо идеальные условия прогреты воздух жару а ты знаешь что нет 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 удивляй удивляй удивись покажешь расход топлива и никто не удивиться абсолютно хорошим расходом мисс не надо брать нагнетать атмосферу мы с тобой едем в стандартном режиме утром 8 с половиной пол девятого пол девятого 22 градуса где-нибудь разворачиваться и поедем назад вот здесь дорога по моему здесь нет да нет на дороге я устаю держать камеру мужики я так долго не держу можно просто повернуть назад и проехать так что ребят я вам что могу сказать ну мой лишь совет такой не останавливайтесь на неудачи а идите дальше и у вас все получится и найдете вы даже своим путем пойдете желательно лесом лесом потому что прежде чем вывести свои алгоритмы которые я назвал алгоритмы от михалыча профессора михалыча так взял себя на так сильно сильно не это не увеличивает свой рейтинг профессор ты будешь когда нам покажешь литр расход топлива тогда тебе назовут профессор а пока мы ничего не видим алгоритмы не твои алгоритмы ты нашел кто-то их делает фирмы есть делал да делал продукцию а я последовательность действия это нигде не написано то есть ты сам экспериментирован много мало помнишь как это гранату делал скажу честно несколько двигателей закупил 2 может даже 3 3 непонятно по каким условиям у меня машин народ так не загаял свои ребята свои поэтому чтобы дойти до этого лет 5 особенно последние 2-3 года хобби стала превращаться в дело хотел сказать что я перестал бояться старых машин так что захотел даже создать музей хон и набирал подыскивал хонды чем старее тем лучше ну в хорошем состоянии по салону мотор лишь бы не стучал или стучал негромко там коротком пусть вылетают передачи автомат пусть дергается и так далее и я химией и последовательностью действий решал все свои вопросы у меня автомобиль от 70-х годов хонда бегает наилю большое спасибо собственно говоря это автомобиль мы стоили мы познакомились там стоит карбюратор не родной хондовский от жена от него он не такой достался наиле удаленно мне помог его ролики помогли мне его настроить то есть понять в чем причина и сейчас у меня на канале появляются ролики с этим автомобилем он такой интересный изящный голубого цвета я вот голубая мечта называю или капсула времени вот этот автомобиль я хотел сделать наглядным таким пособием для карбюраторного карбюраторного сообщества наиле в том числе какие у него с помощью снимешь ролики посмотрим я уже снимаю потихонечку просто там понимаешь много появляется там молодняка ну молодняк просто это абсолютно не далекие парни мальчишки с последнего что колхозик чок колхозик купили новый карбюратор поставили там такие вот разговоры ну и с последнего могу приоткрыть мне очень свечи понравились ребята в свечах тоже есть толк вот как у наиля есть толк в проводах не за нулевом сопротивлении так и есть толк в самих свечах их конструкции не буду приоткрываться что и кто ну я познакомился с этим разработчиком в конце ну не в конце а вот два месяца назад но свечи действительно работают там просто есть нюансы по настройке вот и на карбюраторной машине на этом аккорде на этих свечах у меня колостой ход держит от трехсот оборотов машина не глохнет 300-400 и при этом качество смеси завернуто там бедная смесь ну еще надо по бедности регулировать в уменьшение сторону чтобы он там на сверх бедный смеси работал ну в общем вот этот автомобиль меня познакомил с Нейлем Порошным несколько лет назад я раньше мне первая машина досталась уже по моно-впрызг и как-то я по молодости ну как не уважал карбюраторные машины пока сам с ней не столкнулся и ребята понял, что карбюратор это как часы Rolex механические часы Rolex практически личные если туда либо не лазить либо фильтра у тебя стоят правильные а лучше там несколько ну и беды соответственно под водой не заливать правильно я говорю? да да, вроде так так что спасибо и вам, Наиль да ладно, посмотрим ничего страшного, подумаешь проехали 36 километров со средним расходом 3,5 вот можно показать вам машину пробег общий 371 553 километра со средним расходом 5,3 за всю жизнь этого автомобиля хотя когда мне этот автомобиль достался в 2013 году у него пробег был 233 тысячи 263 тысячи и средний расход то ли 6, то ли 5,9 вот уже точно не помню а дальше как говорится отпаивал машинку возвращал ее почти к новым параметрам и дальше и дальше сверх того ну если позволите могу рассказать вот про мою затею с фондом музеем да нет, не надо это у нас задача другая заполняй эфир пока нет да нет, понятно, понятно просто вот я вот сколько имею машин новых я только новые покупал значит когда не заморачивался на расходах топлива ну никогда у меня есть такие друзья делали сегодня ему карбюратор мы проехали с ним там, допустим ну там 12 километров проехали там на литре а завтра он все-таки такой, ну Фома не верующий он такой это, знаете футлярная личность Наиль, а я вчера сам замерял я проехал 11 с половиной 500 метров не доехал слушай, она что-то жрать начала ну это смешно конечно ну ржать-ка полная ну вот есть такие люди вот расход меряют на беговых барабанах идеальных условиях если точно меряют он сегодня мы 12 проехали завтра он 11 с половиной все, у него уже паника началась мужики не будьте такими людьми я никогда не мерил расход жизни если машина летит замечательно тебе нравится то такая машина никогда не злет в ней нету симптомов черный дым из трубы сажей покрытой внутренней поверхностью трубы черным налетом вот поэтому ребят никогда никому не верьте верьте своему чутью и своему автомобилю зная что там все у вас в идеале машина едет отвечает всем вашим желаниям требованиям пуска прогрева движения скорость любая любая передача она едет если это так то знайте расход у вас в норме причем заявленный у меня ланцер живет 9 литров паспортных данных ну японцы погорячились он живет гораздо меньше ну просто замечательная машина может быть уже на каких-то инновациях да нет я ничего не лью лучше не лью пробовал я свечи всякие самодельные самопальные помните свечи мне дал один там я видел ваше видео что-то показывают нет у меня еще один еще а я бы выдел ролик забуду с какого города ну а это с Донецком да наверное да он сам делает свечи говорит что у меня лучший в мире а все говорят ты тоже говоришь что у меня лучший в мире машина он тоже самое я поставил покатался я недельку а даже я не сам катался я отдал одному парню там тоже в ролике пока тот через два дня исполивался а зажигание вы крутили на тех случаях нет ну а что не крутить ну что ж мне под свечи я должен подстраивать зажигание зажигание я подстраиваю под движение автомобиля никак не под свечи вот свечи могут улучшить я поставил свечи если сгорание хорошее то я может быть и буду крутить но опять же я под движение автомобиля смотрю вот на этих свечах которые которые я экспериментирую и скоро буду о них говорить вам все услышали на них надо на корпорантах на автомобилях опережать зажигание конечно а свеч можно обеднять понимаешь это делается автоматически вот я что бы ни поставил я буду экспериментировать раз обедняю 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 холостой работает кручу зажигание работает я делаю зажигание там где просит авто и холостой так же делаю там что просит меня двигатель поэтому меня не могут многие понять там вот говорят зажигание 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 даже слово стробоскоп не может выговорить это надо только по нему проверять Ты, говорит, не умеешь, говорит, ставить зажигание Ну что, я посмеялся ему В догонку, да и все, больше ничего Зажигание ставится только на дороге Самые уважаемые себя мастера Делают только на дороге Зажигание Ну, имеется ввиду На карбюраторной, где можно подвинуть Ну, а если есть перепрошивка То прошивать до тех пор Зажигание добавлять Пока тебе нравится Что-то пошло не так Можно оставить У меня, кстати, свечи есть с собой Под Жигули Если у вас 45 километров Средний расход Сейчас я посмотрю 3,5 3,4 Миша, да не говори ты мне средний расход Ну, по компьютеру Да не верю я компьютеру Не верю Как это говорил Станиславский Не верю Вот ты, говорит, там Погибаешь, я не верю У вас потому что авто без компьютера Который расход топлива Так вы давно уже убедились Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет Все совпадает Я верю только Расходомеру топлива Самому простому Механическому Расходомеру А еще точнее Сейчас мы придем с тобой Заправим В бак бензин Мне, как правило, 100 рублей хватает На 100 Там Ну, 100-150 рублей На 100 километров хватает Миша, сейчас увидим Сейчас увидим Я тоже люблю ездить Спокойно Года уже Еду я в 90 Где надо 100 Мне устраивает Такой режим работы И тоже расход Тоже на просто Стрелка В Тульянске обратно съездил Стрелка Еле отклонилась От начального положения Ну, приятно Зато в другом месте Там После Второй половины бака Она убегает Очень быстро Это дорога на Самару? Это на Самару Ну, здесь Самару И там можно проехать То есть Они соединяются там Это дорога на Урал Там есть развилка На Самару вправо А На Урал налево Я как раз Ты по ней ехал К вам Из Алимбурга Ну да Ты по ней ехал Да, да И в ночи Это было Подъезжая А ты поворачивал Там А ты по регистратору По навигатору Он меня через Красный Яр Сначала вел А мне через Красный Яр Не надо было Через Красный Яр Я ехал в начале Когда из Димитровграда Поезжал Ты такой крюк дал Не нужный Вот дорога-то Вот И крюк И да, да, да Ну, навигатор так повел Я доверился А, подожди Он показал, что там Ну, он, наверное, точно Правильно дал Правильно дал Типа короче Но на самом деле Там дорога хуже Немного поворотов По деревням Улицы Надо было так Менять Перестраивать Так Приехали мы тут В Клин Грузовик Да ничего Рука устает просто Прям Чего ты так Жарко В машине, а? Кондиционер Не включаю Да не надо его включать Ну, хоть Вентилятор бы включил Камера нагрелась Да красная раскалилась Вот я за все лето Не был на Черемшане Стыд и срам Ну, а что делать? Что делать? И удалось Времени Ты только в Волге Где купаться можешь? Зачем? Ну, Черемша Ну, сейчас вот проезжали Это наша Городская река Там купается Весь город Там пляжи Песок Чистый песок Ни одного камешка Ни одного камешка нет Димитровград Волга Прям Заходит Не, не Димитровград Волга А Черемшан Разливается Где? Заходит Волга Там очень широкое место Дерегов не видно Это дальше Когда поедете И направо сразу Дорога Я покажу Родина Ваза Сискан Сискан В 2008 году Подсобок Что-то Не разросся Это на корм Я не шарю Ну, Лена Я не шарю Сельского хозяйства Во многих вещах Не шарю Лето Июнь Наверное Тоже дождливый Да как Как По всей России Сейчас идут пожары Все горит Сушь Когда Нужно было солнце Когда нужно было Дождь Он был Было Было холодно Нас шутят Что это Климатическое Клинтоноиды Климатическим оружием Полуют Да, нет Не знаю Зато сейчас Вон Догоняет Природу Теплом От 40 градусов Жары Чернозем? Да нет У нас тут не черноземная полоса По Волжу По Волжу Разве не идет Там А более Да черт его знает Миша Я не шарю В этом деле Жеклёры вроде шарю Жеклёры 95 97 С половиной Да? Да 102 Чтобы Побобрее Значит Все объезжают Я говорю 97 102 107 Да не 107 А 107 С половиной Да-да Мужики Только я не называю Никогда Половинку Долго больно Называть Чё ты не обонишь Никогда Никогда Чё убили Экономный бензин Бляха Мух Я вот как-то ехал На соревнованиях Был в 80-х годах Эко-ралли В этом А вы ездили Расскажем Ну вот Интересные соревнования Сам готовил себе машину Машина была 81 1100 кубиков Думаю Специально возьму Такую машину Машина заводская У нас все машины были Испытательные 83 Восьмерка И 81 Весь Вся линейка Машин 30 машин Столько было Волги были Уазики Кстати в Дмитрове Скорее всего На полигоне Да В Дмитрове На полигоне Нам залили по 22 литра Каждому Опечатали баки Вот Никуда Опечатали капот Чтобы мы не залезли Что-то не долились Там И поставили там Да Видите Символично И мы привезли На 22 литра Я проехал 509 километров Ну это 509 Что-то там А 4 с чем 4 с чем-то что ли Или 3 с чем-то Не помню сейчас Ну и вот А выиграл Какой-то там На копейке Какой-то Литовец Эстонец Не знаю Ну Понимаешь Все это Ехали всю ночь Баки были Опечатаны Я стал Освенчивать Свой бак А у меня даже Это Нет У меня даже Вот там же нам Это Пластилином Ставили Печать И нитка Чтобы ее Можно Когда крутится Она сорвалась Она у меня даже Не сорвалась Можно было Долиться Бензинчику И стать Чемпионом Страны Может так Кто-то и сделал Потому что Я и не думал Что она так Спокойно открывается А кто-то ведь Наверное Экспериментировал Вот Поэтому Было Не понял Он приехал На полигон И еще дожигал По кругу ездил По 400 метров Круг там Дожигал топливо Он его Сжечь Не смог То есть На дороге Ну видите Отрицательную Вы пытаетесь Это самое Нет Я понимаю Отрицательную А я думаю Что этот человек Был Скорее всего С инновациями И наверное С свечами Потому что Разработчик свечей Он из Литвы Это ты Просто Домысли твои Не знаю Че был Не был Как и ваши Понимаешь Там вазки Крутые Приехали Они тоже По-моему Зашли Десятку Что-ли Здесь Просто-напросто Где-то Что-то Кто-то Долился У нас В баке В багажнике Лежал Бензин Пожалуйста Плесни еще Литров пять Топлива И приедь К финишу И еще Дожигайся Кто что скажет Сколько у тебя Литров был Кто что Ну Это мое мнение Может быть Кто-то так и сделал Пошустрее Кто-то был У меня не стояла Такая задача Мне стояла Точно проехать Были многие сделаны Там всякие Всевозможные Я спилил полностью Спилил Кулачок То есть Он у меня не работал Он не брызгал Вот мы подъезжаем На эту заправку Где мы с вами Уже заправлялись Сейчас мы Я попробую снять Все это дело Камера еще не разряжается Нормально себя чувствует Музыки Бертино Столько долго Мы не будем Вам показывать фильм Наверное Володя что-то там Урежет Зажмет Да Володя привет Володя молодец Байдаков Он Много мне делает Добра И Я ему Плачу тем же Стараюсь По крайней мере Он ведет канал Даже не один И успевает Очень много Ко всем нужно Быть лояльным Это очень трудно В наше время Я сам тоже Я сейчас просто делаю Нажимаю кнопку Заблокирую Чувствую Человек Что-то Значит Тихонько Поехали Опять на ту же самую Стараюсь попасть На ту же Автоколонку Да Автоколонку Можете Ну вот эксперимент Подходит к концу Все-таки я Нашел себе силы Эту камеру Держу Время большое Спасибо Ну сейчас посмотрим Значит Результат Что очень-очень важно В этом эксперименте Результат И Оценим Я оценил Вы оцените Все вопросы К Михаилу Он туда же На его место Раз Алло Идем сюда Сколько вы проехали? Нету Вот сейчас Не знаю Сколько проехали Миш 58 Ну да Иди Открывай Бачок Заливай Только ты Она Наверное Сейчас сразу Отстрелится Посмотрим Сейчас Сколько будет Потихоньку Да Потихонечку Старайся А я Здесь Покажу Народу Сообществу Не видно Камера видит Да камера-то видит Я не вижу Куда я Направляю А вот сюда Ближе ставь А вот так вот Там по нулям Готово? Готово Что-то нету Ага Поехала Ну ты своей Профессиональной рукой Литр Нет-нет-нет-нет Как в прошлый раз Я не вижу Все Вот-вот А Все Полно Понятно Вот еще видите Разлили Вот-вот-вот Ну в прошлый раз тоже разлили Вот прям Одинаково Сейчас Ничего страшного Ничего страшного Так Сколько Сейчас мы посчитаем Один шестьдесят пять Один шестьдесят пять В прошлый раз мы залили Сколько литров? Пять Пять Пятьдесят девять километров И восемь мы проехали Ну шестьдесят Средний расход Три и четыре По портовому Один шестьдесят пять Одно целое Шестьдесят пять Делим Делим На шестьдесят Сейчас Секундочку Один шестьдесят пять Делим Делим на шестьдесят Два семьдесят пять Два семьдесят пять Ну интересно Два семьдесят пять Мужики Смотрим сюда Два семьдесят пять литра Мы проехали на сто километров Пути Вроде хорошее Манера вождение Три литра на сотни Ну Мы ехали Не девяносто Ехали Семьдесят Восемьдесят Все мужики На этом Всем привет До новых встреч Вот Миша Хондавод Вот Наш заправщик Тебя можете увидеть Да Можно машину показать Вот Хонда Вот она Вот она Вот она Вот она Не машина А НЛО Счастливо Мне за сдачей Еще надо Зайти А Конечно Отлетите В сторонку Вот здесь Поставь Что-то фантастика Какая-то Я не верю Поехали Это так Итак Мужики Мы значит Закончили эксперимент Я просто Хочу Закончить Немножко не так Вот Михаил Значит Он привез меня домой Откуда забрал Он поедет По своим делам Значит Ребят Привезли мы с вами Фантастический результат В что я абсолютно Не верю Но Результат Есть Эсперимент Есть Эсперимент Мы показали С полного бака До полного бака Проехали 60 километров Получили 2,75 Вот Может быть Может быть Может быть Машину Я тоже привез 3 литра Когда-то В 85-м году Но Там совсем Другие условия были Езды И все такое Ребят Значит Ничего не хочу Утверждать Еще Вот вы Все вопросы К этому человеку К Михаилу Он Я дам ему Телефоны Дам координаты Звоните Пишите Говорите Озвучить Ну пожалуйста Озвучивай Канал в ютубе Профессор Михайлович Легко найти Группа вконтакте Фондомен Через е Мен Ну а телефон Можно В комментариях поставить Да В группе вконтакте Как раз Войдаков Володе Скажу И он На своем канале У него народный канал Там есть Просто группа вконтакте Тоже мой канал Большой привет Давайте мужики Всем всего доброго До новых встреч До новых роликов Верьте В чудеса Я так скажу До свидания